Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случай из практики». Я Екатерина Борж. Любящий родитель знает любое пятнышко на теле малыша и каждую севшую на него пылинку. И тем страшнее им становится, когда в течение месяца, а то и более, ненаглядное чадо повторяет одни и те же навязчивые движения руками, ногами, головой. Что служит причиной этого недуга и как лечить невроз навязчивых движений? В этом сегодня мы разбираемся с помощью медицинского психолога Оксаны Шучалины. Оксана Сергеевна, добрый день! Добрый день, друзья! Добрый день, Катюш! Напомню сразу нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060. Прямо сразу мы, думаю, поясним, что такое навязчивое движение. Вот если вы с этим сталкивались, если ваши дети такие вещи проявляют, звоните, спрашивайте, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Также не забывайте, что у нас есть ICQ. Пишите туда, тоже с удовольствием озвучу ваши вопросы. Разберемся, что такое навязчивое движение, что нужно к ним отнести. Если мы будем говорить о навязчивых движениях, в медицине это называется синдром навязчивых движений. Что это такое? Это нервное расстройство ребенка, которое проявляется многократно, то есть серией повторений, немотивированных повторений каких-либо движений у детей. Важно понимать, что эти движения, они могут быть как безобидные, а могут повлечь за собой какое-то серьезное заболевание. Как нам, простым родителям, разобраться в этом? Серьезно это? Или само пройдет? Или нужно идти к врачу? Конечно же, в первую очередь нам необходимо пронаблюдать за своим ребенком, обратить внимание, поговорить с учителем, поговорить в детском саду с педагогом, самим посмотреть, как ребенок ведет себя в самостоятельной игре, в каких-либо свободных занятиях, не только при общении с собой. И если мы обратили внимание, что ребенок на самом деле одно и то же движение повторяет многократно, возможно, для него оно не мешающее. Вас это просто немножко раздражает, пугает, непонятно. Значит, в этом случае вы понимаете, что что-то происходит не так, и если сами не разбираемся, значит, обязательно идем к врачу. Ситуация лучше перестраховаться. Лучше перестраховаться, потому что на самом деле есть случаи, когда это не просто невротическая реакция, которая после стресса или после какой-то ситуации она может пройти сама, а есть ситуации, которые являются проблемами генетическими, проблемами серьезными, невротическими, и кроме как доктор, этому никто не поможет. Поэтому обязательно заметили, не сомневаемся, не занимаемся самолечением, обращаемся к врачу. А специалист уже вам расскажет по полочкам, объяснит, что делать дальше. Ну, то, что повторяющееся движение, об этом мы говорим и поняли. А какие-то примеры? Примеры, да, мы видим наших детей, которые не просто шмегают носом от того, что у нас насморк, да, а шмегают носом, когда волнуются, когда занимаются серьезным делом. Мы обращаем внимание на руки ребенка и видим, что у ребенка не просто нет маникюра, а обгрызанная в кровь ногти и, может быть, даже и кутикула. Ребенка это уже начинает беспокоить, может быть, он в этом случае только к вам может обратиться. Это могут быть какие-то тики на лице ребенка, подергивание века, подергивание мышечные сокращения, которые для вас тоже вначале, может быть, вы не замечаете, а потом они начинают вас раздражать и пугать. Это, возможно, потирание, в момент засыпания ребенка, вы замечаете такой ритуал, например, ему нужно обязательно потереть уголок, взять уголок одеяла и потереть его. Можно, обязательно нужно присутствие мамы, и он натирает локоток у мамы или другие части тела. То есть вот ему так комфортно, он засыпается с определенным ритуалом. И вначале, если вас не пугает, то потом вы обращаете на это внимание и, конечно же, уже начинаете заниматься. Если не занимаетесь, значит, уже знаете об этом, что нужно пойти к врачу. Посасывающее движение, когда палец сосут в маленькие дети, и там бывает, например, подушку тоже кусок грызут. Да, да, да. Сосание пальца, это тоже является одним из навязчивых движений, которое может быть тоже как безобидным. А может быть, когда ребенок увлеченно смотрит телевизор, мы видим, там, ребенок взял ненароком пальцы в рот. И мы что говорим, да, убери пальцы со рта. Или когда ребенок засыпает, и мы видим, что ему нужно обязательно, если не пустышка, если не грудь, то палец. То есть зачастую это как раз от смены, от замен. То есть ребенка отлучают от груди, ребенку ничего другого не предложили, никакого другого ритуала. Ему нужно успокоение, и он находит успокоение. Там в подушке, в уголке, в одеялке, в локте или в пальце. Или, например, для школьника, когда творческий какой-то мыслительный процесс, они грызут ручки, карандаши. Грызут ручки, обгрызают губы, возможно, достают язык, там, увлеченно. На самом деле здесь нужно посмотреть, если ребенок просто увлеченный, и это не мешает ему, а зачастую детям изначально это не мешает. Это больше взрослым мешает. Больше взрослым, да, они один раз заметили, второй раз что-то не так. И обозначают это как вредная привычка. Берет пальцы в рот, значит, вредная привычка. Но не всегда это просто как вредная привычка, да, там, ковыряние у нас, например. А сосание пальца это все-таки уже невротическая реакция. То есть это навязчивое движение, которое необходимо ребенку помочь предотвратить, переключить его внимание. Что мы в этом делаем? То есть основные причины, мы можем так сказать, что не у каждого ребенка все это есть, да. То есть тоже дети засыпают, тоже дети там увлеченные. Но не у каждого ребенка мы обнаруживаем такое навязчивое движение. Зачастую это возникает у детей, у которых ослабленный иммунитет, ослабленная нервная система. То есть дети, переболевшие, например, последствия черепно-мозговой травмы, дети, переболевшими какими-то серьезными инфекционными заболеваниями, то есть ослабленный иммунитет. То есть нервная система, она на любую стрессовую ситуацию выдает, вот у нее в одном месте слабость, то есть и выдается такие вещи. Бывает так, что это как защитная реакция тоже. То есть ребенку необходимо тепло, да, вот если мы будем переходить к причинам, почему возникают такие ситуации у деток, зачастую это все-таки стрессовая ситуация. То есть что-то происходит, возможно, внезапный стресс, да, то есть какая-то травмирующая ситуация. Или, например, постоянное беспокойство, неблагополучная ситуация в семье, например, да, которая не меняется, которую ребенок не может никаким образом изменить, или ребенок пошел в детский сад. Мы понимаем все взрослые, нам надо идти в детский сад, да, то есть мы никто не спрашиваем ребенка, готов он, не готов, надо. И в процессе вот уже адаптации мы обращаем внимание, если ребенок начинает как-то вот, это уже является любое навязчивое движение вот в этот период, как раз в Донбуре, это уже, значит, уже есть какие-то беспокойства, значит, ребенку трудно, трудно психологически, трудно эмоционально, но сказать нет, он вам не может, если заплачет, вы знаете, если погрызет ногти, вы будете за это, возможно, ругать и каким-то образом... Но ведь есть очевидные стрессовые ситуации, да, вот тот же самый детский сад, в школу, в первый класс, понятно, что ребенок, там плохая ситуация в семье, тоже естественно ребенок, это очевидная ситуация, но ведь ребенок, ну, мы же с позиции взрослых рассуждаем, для нас вот это только очевидные причины, а у ребенка-то этих причин будет гораздо больше. Да, на самом деле, правильно вы отметили, что то, что для нас взрослых зачастую бывает ерунда, будем так говорить, да, то для ребенка бывает серьезная проблема. Например, какой мы пример можем привести? Как мы до эфира разговаривали, подготовка к утреннику в детском саду. Да, да, да. Вроде как радостное событие, да, учим стишок. Радно, учим стишок, готовимся, ты будешь красивый, красивый фраг мальчику одевает, он знает текст стиха, а то, что испытывает ребенок, мы зачастую... И если ребенок, вот еще хотелось бы отметить, что не у каждого ребенка, ослабленного или полностью здорового, могут возникать навязчивые движения. Это зачастую происходит у детей с тревожным нитильным типом личности, то есть дети эмоциональные, впечатлительные, тревожные, которые на самом деле могут даже и не сами испытывать стресс, а они могут увидеть со стороны, что кто-то переживает, что кого-то поругали, что кого-то наказали, и от этого он уже будет себя, он накрутит, и у него может развиться такой синдром, потому что он тревожный, потому что он эмоциональный. Или он гиперответственный, он будет готовиться серьезнее, чем, например, другой, которому в одно ухо влетело, а другого вылетело, да, можно так сказать. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему дети во сне иногда зубами скрипят? Это тоже относится к теме? Спасибо большое за вопрос. Ну вот на самом деле, почему мы и говорим, нужно обратиться к специалисту, потому что, в общем-то, причин может быть несколько. Наверняка вы тоже, взрослые, знаете, что может это как невротическая реакция, может уже рассматриваться, да, как навязчивая, а может рассматриваться как необходимо полечить, просто гельминтов, да, убрать. То есть это вот при обращении к врачу, он вас проводит диагностику, отправляет, вы сдаете анализы, и тут уже доктор понимает, что это его область деятельности или все-таки необходимо направить к другому специалисту. То есть в этом случае ребенок может быть как испытывать какую-то трудность эмоциональную, да, психологическую, может быть, как навязчивое движение, а может быть вопрос другого специалиста. К нашим телезрителям на улице города Соктовкар мы обратились с вопросом, были ли какие-то навязчивые движения у их детей, и как они с этим справлялись. Давайте посмотрим. У меня ребенок постоянно волосы мне крутит, у него уже с детства такое было, она так успокаивается таким образом. А вы пытаетесь как-то обвинять эту привычку? Не знаю, я спрашивала у врача, они говорят, это нормально, пройдет само собой. Ногти обычно грызут. Отучили? Так и не отучила, мужа отучила. Ну, ногти нет, ну, как обычно, у всех детей пальцы в рот, все по-моему. А как вы отучали? Как, за руку отдергивал, или что-нибудь там, некоторые бабки там, допустим, соль там как-то на пальчик, или там горчицу, я уже не помню уже, ну, в старину это было так. У меня, например, ребенок крутил палочку, и врач сказал, что, в принципе, пройдет со временем. И волосы крутят, и ногти грызут. И не смогли никак. И бесполезна привычка такая. А вот как отучить ребенка? Может быть, у вас есть какой-то совет? Ну, в виде игры, только не надо заострять на этом внимание, чтобы по рукам не стукать, там, не ругать это громко, не наказывать. Еще больше будет делать. Вот как минимум два противоположных мнения прозвучало, а дергивал, и ни в коем случае нельзя это делать. Да, на самом деле, интересно, когда люди говорят, с практики, и зачастую в своей практике, профессиональной, я зачастую встречаю и правильно, и неправильное поведение родителей. Ну, будем пример брать, да, то есть берет пальцы в рот. И если мы еще не понимаем, что это все-таки навязчивое движение, здесь мы можем просто обратиться к ребенку и попытаться переключить его внимание. То есть бить по рукам или кричать на него и говорить грубо. Опять у тебя руки во рту. Да, да, да. То есть это ни к чему не приведет. Дело в том, что ребенок, во-первых, когда он берет пальцы в рот, когда он увлечен или когда он беспокоится. Таким образом, вы еще больше у него формируете напряжение, переживание. И когда он уже критичен, если он маленький и он не критичен к себе, он не понимает, почему он так. Волнуется, смотрит мультик и очень переживает за какого-то персонажа. В этот момент мама ласково может обнять его, подойти, потому что так будет наименее драматично для ребенка. И комфортно для ребенка, и для мамы тоже. Другой вариант. Мы можем придумать какое-то, уже с более взрослым ребенком, фразу или слово, которое ребенка будет останавливать и отвлекать. Например, безобидное слово какое? Стена. Стена, паровоз, огурец. И ребенок взял пальцы в рот. С мамой они до этого договорились, что да, у нас такая ситуация происходит, это неправильно, ребенок знает, что это неправильно, но не может сам справиться. И таким образом мама напоминает ему, заглядывая в комнату, видя, что ребенок опять с пальцами во рту, посмеялись, пошутили, ребенок забрал пальцы, и таким образом, то есть не навязчиво, ни силой, ни криками, ни угрозами, ни спугом, потому что мы таким образом еще больше усугубляем ситуацию невротическую. Еще один звонок примем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я просто хотела поделиться с вами своим опытом. Замечательно. В три года после аденатомии она начала грызть пальцы. А после моря, ну в общем ни психолог, ни невролог, никто не смог мне помочь. Единственное, что после моря мы приехали, ребенок пожаловался, что попка чешется. Раздвинув ягодички, я увидела двух червячков. Бабки сняла, показала, и как бабки отшептали. Больше мы не захотели грызть ногти. Ага. Спасибо большое вам за звонок. Ну вот такие ситуации использовать. Или когда... Ну это уже все равно для более взрослого ребенка или более впечатлительного. Да, впечатлительный ребенок, он реально увидев что-то страшное, неприятное, и для него это будет уроком. Для другого же ребенка это не является... Это может усилиться другими вещами, то есть усугубиться, и на более взрослом возрасте это отразится. Ребенок, человек будет более брезгливый, то есть невротическая реакция не пройдет усугубиться, но в других областях, в других моментах его это будет мучить. Видимо, сильная такая психологическая составляющая у ребенка, да? Да, да. Снова есть, поэтому нормально прореагировал, так как хотел для родителей. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Нашим телезрителям, напомню, телефоны прямого эфира 46 90 60. Также не забывайте, что у нас есть АСИК, пишите туда, и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случаи из практики», и сегодня мы говорим о навязчивых движениях у детей. Напомню, что гость нашей студии сегодня медицинский психолог Оксана Шучалина. Оксана Сергеевна, ну вот мы проговорили, что не у каждого ребенка, не каждый ребенок может выдать такую реакцию на какую-то там стрессовую ситуацию. Все-таки кто больше подвержен? Вот нервозные дети, вот с тонкой организацией душевной. Да, да, да. Значит, еще раз повторим, что в основном это дети с ослабленной нервной системой. То есть это как личностная особенность, может быть, человека. То есть мы рождаемся все разными, рождаются истерики, то есть эмоциональные, которые внешне выплескают. И есть люди с тревожно-мнительным типом личности, которые, то есть они как рождаются, так по жизни они остаются такими. Да, то есть характер меняется, а личностные особенности остаются. И вот если ребенок тревожно-мнительный, впечатлительный, закрытый, через себя пропускающий любую стрессовую ситуацию, он, конечно, в большей степени подвержен. То есть если вот истерику он все может с внешне, с эмоциями выдать, то есть он свои переживания, стрессы, какие-то наказания, он проговорил, проплакал, пропсиховал, где-то ударил, разлил, дверью хлопнул и пережил. То другой ребеночек, эмоциональный, стревожно-мнительный типом личности, который через себя пропускает даже ситуацию такую несложную психологически, он будет переживать, впечатляться, и возможно нервная система здесь у них ослаблена, и невротические реакции, навязчивые движения, о которых мы сегодня говорим, они проявляться будут чаще всего. А предупредить ситуации появления вот таких? Конечно, мы начинаем, правильно вы говорите, все, любое заболевание, любые какие-то состояния, важно предупредить, профилактика важна. То есть что является профилактикой? Профилактика уже начинается еще в утробе матери, будем так говорить. То есть мама, нося под сердцем, у ребенка уже настроена эмоционально на рождение, сама спокойная, жду спокойно ребенка, настроена на покой, на комфорт. Не только мама, но, соответственно, семья вся, потому что все ждут, и все создают такой комфорт, получается, беременной женщине и уже будущему ребенку. Ребенок рождается, и тут как раз, если мы будем говорить уже не только просто про лечение, когда мы отправляемся к врачу с ребенком, и лечим медикаментозно или просто словами, устно терапией, что важную роль вот в этой профилактике как раз несут родители. Создавая комфортное состояние, благополучную ситуацию в семье, мы уже таким образом, это первая профилактика тоже, потому что, например, если будем говорить про дошкольников, то для ребенка дошкольного возраста самое главное – это родитель. Все, что происходит, кризисная ситуация, адаптация к детскому саду, к школу, поход в новую секцию, смена учителя или какие-то там, как мы говорили, волнения перед соревнованием, ничто по сравнению с ситуацией дома. Если дома все хорошо, и ребенок пришел и выплеснул нам, и мы все вместе пережили это все, мы помогли ребенку, то ребенку в меньшей степени у него возможны различные невероятные реакции. Все-таки все приходит опять-таки к тому, что нужно уметь общаться. Нужно уметь общаться. Перебью, потому что у нас есть звонок давно телезритель ждет. Здравствуйте. Алиса, здравствуйте. Я вам хотела бы рассказать, что в моей жизни я ребенка так и не смогла отучить. Он у меня волос очень сильно крутил. И вырос вроде бы ничего тебе. Свои подружки крутят волосы. Но вроде бы мальчишка хороший, позитивные безогрессии, все нормально. С физикой и нервами тоже. Так что, наверное, пристает это сильно акцентировать. Спасибо. Спасибо большое. Мы в начале программы и говорили, что бывают разные приносящие вред, не приносящие. Конечно. Если ребенку не приносит вред, а мы таким образом своим поведением, своим раздражением мы усугубляем эту ситуацию, то, конечно, оно не пройдет быстро. То есть это будет длительное. И, возможно, мы еще, может быть, не отметили, что характер вот этих движений он может повторяться через время или меняться. То есть, например, начало...